Соседи из Адов Развращаются Осталось всего 3 уровня И мы их сегодня с вами пройдем Это 2 уровня из Мексики И еще один уровень на корабле Завтра я также сделаю Обзор на эту игру Где разка поделюсь своими впечатлениями Небольшой такой спойлер Так сказать Я вам сделаю Что ремастер Дубовый Я не хочу его как-то там обгадить Специально, но просто Немножко он ленивый Над графикой постарались А вот смешали уровни из 1 и 2 части Но все же Над всем остальным не сильно потрудились Особенно над текстами Ну в общем Завтра вы все узнаете Ну ладно Камера Вива Мексика Пока мамочка восторгается быками И храмами Сосед отводит душу Ему захотелось движение И он прыгает и скачет по скалам Но не стоит забывать Что если что-то пойдет не так То оно обязательно пойдет Да, это действительно так Мексиканские уровни Довольно сложные 9 пакостей целых Ну ладно, давайте начинать Тут можно в принципе С вот таким вот видом Масштабом играть Ничто Нигде ничего не мешает Ну ладно Мы этого не будем делать Сколько я понял Уровень так же Ничем не отличается от оригинала От оригинальной Как-то соседа 2 имею в виду Так, давайте возьмем смолу Открыть смола Да Вот лучше бы написали Осмотреть А не открыть Надо всем Даже если можно где-то открыть Надо было Если где-то бы подходило бы Сочетание открыть Лучше бы написали Осмотреть Вот если бы осмотреть Тогда еще ладно Было бы нормально Но блин Открыть Это вообще нелогично Так Давайте откроем Да Вот этот Мини-игра Полностью Закрывает Вуди Это Мне вообще не нравится Знаете ли А он кстати разворачивается Вам так не кажется Он просто В оригинале Он просто туда залезал И все А здесь Он еще и поворачивается Туда Вкусная конфета Так Надо ломом Что написано Ломом Для того чтобы Разбивать что-нибудь Также сойдет В замене рычага Разбивать Заколоченная шахта Заколоченная шахта Заколоченную шахту Можно было написать Ладно Может они Ладно Разработчики Конечно Нифига не знают Русский язык Но лучше бы Они бы все равно Как-нибудь Менее халатно Что-ли Отнеслись К переводу Ладно У нас Короче Есть время На то Чтобы Сделать Пакость С этим Каким он там Троном Ацтека Глаза Вставить Рубины Не знаю Вообще Как это Может Работать Что это За механизм В троне Такой В общем Что Рубины Включают Защиту Трона Можно Также Наточить Кинжал Который Мы взяли Потому что Он Ни на что Не лезет Другое Дело Так Разрезаем Вали быстрее Успели 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 Это Очень Хорошо Теперь Мы Возьмем Взрывчатку Положим Сигареты Потому что Курить Это здоровье Вредить Надо Соседу Это Объяснить Прикольно Получилось Как-то На ходу Сочинил Так Посмотрим Как это Красиво Будет У него Аж Глаз Пропал Это Довольно Жестоко Дальше У нас Что Давайте Смолой Быка Нашего И Еще У нас Есть Лодка Сосед В натуре Бессмертный Вот Видите Скелет Лежит Упал Кто-то В расшелину Смерть А сосед Тоже упал И вообще Ничего Ему От этого Не стало Так Попугай Постоянно Пердит Может Его Накормить Надо Так Ну-ка Посмотрим Вот Так Не Будешь Больше Курить Хотя Если Начал Уже Курить То Как Бросить Это Дело Все Мы Знаем Что Быки Не Любят Красный Цвет Так Ладно Все Мы Сделали Можно Спрятаться В Этой Телеге Телеге Блин КОНЕЦ Голова у него сделана из титана, я должен вам признаться. Одно раз он пробил ей дерево в лодке. Лодку пробил, затопил. Вот это сосед, блин. Ладно, что у нас дальше. Ешь и будь съеден. Этузиан соседа слегка остыл. Тем не менее сосед продолжает попытки завоевать сердце Ольги. Неужели получится? Пока буди рядом, уж точно никогда. Где-то в смысле скелет умер от того, что попил отсюда, да? Эта текила пахнет точности как растворитель, да. Человек умер, аж от нее, наверное. Зубы остры, как иголки. Да, не сомневаюсь. Блин, провода под стылом. Это бесит вообще. Блин, мамаша туда сюда ходит, это бесит. В консольной версии на этом уровне мамаши вообще не мало. И еще вот этот этаж не был доступен. В консольной версии на этом уровне мамаши. Так, давай, ждем, когда мамаша уйдет обратно наверх. И... Пойдем вниз. Сосед, что, прям в тапках, что ли, туда пошел? Сосед, что, прям в тапках. В тапах. Сосед, что, прям в тапках. mass ever. чтобы он застыл в этой ванне вот бык тут голодает сидит давайте ему цветочков что льда не блин мамаши вверх идет ну ладно ждем когда уйдет нас полно времени то чтобы сделать что-либо плодоядный цветов зубы вставляем консольной версии зубы вставляли с помощью мини игры ну и текилу тоже так спрячемся в статуе потому что мама сейчас опять сюда придет блин конфеты закончу ладно сейчас мы посмотрим как сосед примет вот такую вот в ванную с цементом она щас застынет вся таки смог выбраться то а о господи зато улей можно взять теперь так термитов в лодочку положим руку статуи рычаг сломаем это руку прокусить до крови до самой соседей все нипочем у нас хочу я попробовал вот такие чипсы хотя с таким перцем то наверное да было бы отлично успел да кривовато воду здесь сделали конечно нереалистично совсем консольной версии она кстати не билая она ударила его по лицу когда он ей перченый напиток да о боже у соседа нейрофиброматоз очень страшная болезнь ну ладно она быстро вылечилась у него если не забуду скриншот прикреплюсь что такое нейрофиброматоз это жесть вообще полная надеюсь не забуду ну и все мы прошли этот уровень у нас остался последний так без паники отпуск подходит концу круизный теплоход приближается к дому и вокруг царит тишина и покой только сосед слоняется по палубе крутит и вертит все что не при к не приколочено намертво вот и докрутиться будет так считает здесь всего шесть пакостей на уровень очень сложный очень сложный а в консольной версии еще сложнее сложнее еще тем что в эмуляторе ключик и допускай что обрезается может вылететь может эмулятор заглючить но иногда все таки не вылетает так открыть ковер ну не открыть же ковер взять ковер давайте давайте сразу же прямо вот все же предстоит увлекательная экскурсия по машинному отсеку теплохода даааааа точно как только ковер так можно было вообще нацепить я всегда задавался вопросом за стенчий попугай капитана обычно сидит здесь на шее висит ключ очень стесняется Вуди, наверное. Так, мамашу придется обходить на цыпочках. Это, конечно, мне не нравится. Берем стекло. Вставляем сигнальный патрон. Коврик осматриваем. О-о-о! Глубоко упал поди. Ой, я что-то забыл. А, ну, может, это и к лучшему, чтобы мамашу опять заснул. Так, давайте... Блин. Интерфейс мини-игры закрывает часть экрана. Это вообще очень сильно бесит. Хотя я сначала, кстати, даже не обратил на это внимания. Так что это, наверное, тоже мелочь. Но все же это влияет на впечатление игры. По крайней мере, я так считаю. Капитанский мостик закрыть. Туда не попадем. Туда не попадем. Надо ключик достать. А ключ у попугая. Ага. То есть мамаша сначала будет тут долго стоять, потом сосед будет ждать, когда он обратно сюда. Это очень сильно задерживает. Где че, анаболики? Снотворные. Таблетки. Ложат даже слона. Да, не сомневаюсь. Это капсулы. Судя по всему. Давай, выстрелим. Да. Интересно было. Ладно. Что у нас дальше? Мы просто, наверное, идем на Шинлорг. Рыбка досталась. Второй раз падает туда уже. Пусть еще поспит. Блин, я не успею, скорее всего. Я не успею, не успею. Потому что она в цыпочках обходить. Это... Бесит, конечно. Пусть еще поспит. Консольная версия, она бесконечно там спит. А здесь нет. К сожалению. Давайте засунем вонючую, дохлую рыбу цветы. Ага. Сосед будет опять ждать, пока она выспится сначала, потом сходит сюда, потом сходит сюда. Еще одна недоработка, блин. Разработчики. Но мы не хотим так долго ждать. Господи, сколько ждать еще. Ну, совсем недолго постоялся. Но, блин, все же. Я не хочу так долго ждать. Мастер дубовый, конечно. Над графоном очень хорошо постарались. Над всем остальным. Ну, смешали уровень. Из обоих частей. Не все, правда. А вот над всем остальным, в том, больше над текстами не постарались. Ну и недоработки, конечно, есть. Но оптимизация, кстати, идеальная. Я на ноутбуке... Я вчера на ноутбуке, на своем старом, которому 11 лет уже пробовал запустить. Нормально все работает. А давайте тут спустимся. Так, что у нас тут написано? Здесь пассажиры могут принять душ. Сейчас души нет никого. Так, можно покинуть уровень, но мы не будем этого делать. Мы должны все пакости выполнить. У нас полно времени, чтобы добыть ключ. Потому что сосед будет долго ждать мамашу, блин. Из-за недоработки, наверное. Супер впитывающая тряпка. Можно вытереть стекло. Теперь все видно отлично. Правда, видать, птицы уже врезались в это окно. Да, и он сдвинулся. Угоняем. Спрайты корявые немножко. Так, осталось этим ключом открыть. Дверь вот эту на капитанский мостик и штурвал разблокировать. Этим-то мы сейчас займемся. Так, мы рыбу положили? Да, положили. Давай, сосед. Споткнулся, блин. Блин, Олига поняла, что сосед решил за ней подсмотреть. Зашибись. И что теперь делать? Если не остается только вылезти, потерять жизнь. А, слушай, а давайте не будем. Давайте сосед на пакости на все попадется и ничего не произойдет. Надеюсь, игра хотя бы не крашится. Видно, что мамаша хочет, не заметила Вули. И если я вылезу. Ну, в пакости все выполнены, давайте посмотрим. Отлично. Ты доигрался со света, что теперь делать будем? Куда теплоход поплывет? Куда теплоход поплывет? Ужас, как громко. Кто это? Ролик как в консольной версии игры, только, блин, громкий такой вообще. Ну, в общем, это все. Мы прошли с вами полностью игру Neighbors Back From Hell. И коротко скажу впечатление. Завтра я сделаю обзор, на котором полное впечатление скажу. Полностью обзор, так сказать, все такое. Решите ваше, покупать или не покупать. Сейчас в Steam на ПК продается за 700 с небольшим рублей, со скидкой. На Nintendo Switch 915 рублей игра стоит. На консолях Xbox и PlayStation 4, по-моему, подороже стоит. Ну, в принципе, цена небольшая. За такую игру это вполне нормальная цена. Но все же ремастер, я считаю, он дубовый. Над графоном очень хорошо постарались. Графика идеальная буквально. Full HD 16 на 9, а не 4 на 3, как оригинал. Графон вообще классный, но уровень... Вот больше всего претензий к уровням из первой части. Ночной уровень всего один. Ну, хотя вот этот уровень и вот этот с новым временем. Суток, закат, свет, соответственно. Уровни из второй части все. Всего лишь один уровень был изменен. Это пикник на балконе. Там была добавлена новая пакость. Где нужно было тапок вместо мяса положить. Ну, впрочем-то только этим и ограничивается. Ну, ладно. Все равно ремастер неплохой. Очень даже неплохой. Он хороший. 4 балла заслуживает. Но все же там недоработки есть. Особенно с текстом. С текстом вообще уж жестко похалтурили. Баги есть, конечно. Но оптимизация есть. Оптимизация идеальная. Никаких проблем с оптимизацией нет. Запускал на ноутбуке. Не договорил, когда начал это говорить. Не договорил. Запускал на ноутбуке на своем вчера. Которому уже 11 лет. И там вообще без проблем работает. Несмотря на то, что ноутбук хромает. Греется сильно. Игра вообще не тормозит. Она очень хорошо оптимизирована. Ладно, ребята. На этом все. Это самое. С вас лайкос и подписывайся. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал. И на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok